Ярким и массовым событием, приуроченным к 920-летию Пинска, стал традиционный городской велопробег. Закрытие сезона 2017. Владимир Городнюк подсчитал, сколько любителей здорового образа жизни и возможности покрутить педали он собрал в этот раз. Сбор участников закрытия очередного, уже третьего по счету. Велосезона в Пинске был намечен на 11 часов минувшего воскресенья. Но любители покрутить педали начали собираться еще задолго до назначенного времени на площадке перед речным вокзалом, традиционным стартом заезда. Через какое-то время здесь уже можно было видеть десятки велосипедистов самого разного возраста и формата. От любителей до настоящих профессионалов. Как раз они успели перед началом велопробега развлечь публику, устроив показательное выступление с элементами шоу. Причем очень рискованного. Таким вот массовым велопробегом мы закрываем также еще одно мероприятие. Это Европейская неделя мобильности, которая в этом году в очередной раз в Пинск присоединялся. В этом году мы насытили программу несколькими культурно-развлекательными мероприятиями. Здесь у нас работает горячее питание, напитки. Условия участия в Пинском велопробеге не изменились. Это наличие велосипеда любой марки и модели, исключение разве что детские, трехколесные и желание прокатиться по улицам родного города. Но главное, таким образом можно продемонстрировать свою любовь к двухколесному транспорту, который, согласно историческим данным, вот уже около двух сотен лет как был изобретен и служит человеку. В семье «Каравайчик» велосипедом увлекаются гораздо меньше лет, но однозначно с пользой, как, впрочем, и остальные участники велопробега. Любим велосипеды, катаемся всей семьей. И вообще прогулки по выходным в лес на велосипедах. Мне велосипед купил папа и катаемся, я очень часто катаюсь, мне нравится кататься. Катаемся в лесу, на улице. Ты тоже умеешь кататься? Да. Это здоровый образ жизни, это активность, это хорошо. Катаюсь давно, лет семь не меньше. Везде люблю кататься. Могу по городу выехать, так и без остановок практически. Ну, за неучетом светофоров, часа так три-четыре колесить. Велосипед у меня появился два года назад. Очень люблю заниматься, кататься на велосипеде за здоровый образ жизни. Участвовала в весеннем велосипедном пробеге, сейчас в осеннем, на закрытии сезона. Ну, думаю, не последний. Очень радует тот факт, что большое количество народа сейчас присутствует. А еще у некоторых велосипедистов с появлением двухколесного друга жизнь поменялась в корне. На 3-й килограмм похудал за два года. Здоровее стал. Вот буквально месяца четыре только как с армией пришел, туда еле ноги волок. Сразу на велик сел. Сейчас уже и бегаю неплохо. Стал быстрее, мобильнее, веселее спорт. Это эндорфины. То есть гораздо все стало как-то приятнее. Стал забрасывать автомобиль все чаще. Все-таки на двух колесах передвигаться. Ну, вспомнил молодость. Раньше в детстве все увлекались велосипедами. Сейчас эта мода возвращается. Ну, за здоровый образ жизни всегда. И вот он почти гагаринский старт. Передвигаясь с максимальной осторожностью, все-таки около четырех сотен велосипедистов вышли в путь. Коломна начала свой маршрут вдоль набережной. Путь дальше – улица Рокоссовского, Центральная, Достоевского, Брестская. Трасса длиной около 20 километров. Маршрут был выбран путем интернет-голосования при открытии велосезона. И после использования его при открытии велосезона большинство участников очень хорошо отозвались о нем. Он наиболее оптимален, удерживает все требования безопасности дорожного движения. Ну, и понравился, как повторюсь, больше всего самим участникам. Поэтому мы решили этим же маршрутом воспользоваться и в этот раз. По пути велосипедисты не забывали приветствовать автолюбителей и прохожих, которые отвечали взаимностью. А еще много фотографироваться в почти полуторачасовом пути. Финишировала колонна на месте старта. Здесь же фото на память об участии в закрытии очередного пинского велосезона, который обязательно повторится.